Библиотека номер 18 Северного округа предлагает познакомиться с творчеством современного детского писателя Брыковой Юлии Андреевны. Юлия Брыкова родилась в Москве в 1983 году, окончила факультет журналистики МГУ имени Ломоносова в 2005 году, позже получила второе высшее образование в сфере экономики. Творческий путь литературе у Юлии начался в 2018 году. Свою первую сказку для маленького сына она написала в заметках телефона. Сын подрастал, и писательница понимала, что ему и его сверстникам нужна качественная детская литература, написанная с учетом современных реалий. Первая книга Юлии Андреевны «Ежик в костях у клюкв» издана в Сербии в формате двуязычной сербско-русской сказки в 2018 году. «Тоша в стране послушного огня» стала первой книгой серии о профессиях. Эта книга была издана в 2019 году. Главный герой Тоша мечтал стать пожарным. Книга рассказывает о том, как обращаться с огнем, чтобы он был послушным, и как вести себя при пожаре, как важны дружба и взаимопомния. В январе 2023 года у Юлии Брыковой в издательстве «Феникс» вышла новая книга для детей «Говорим правильно», посвященная русскому языку. Книга была написана в соавторстве с телеведущей Ириной Русиус. Юные читатели узнают, как создаются новости, какие современные профессии есть сейчас на телевидении, смогут пройти увлекательный тест по развитию речи. Юлия Брыкова постаралась заинтересовать ребят и рассказала о сложных вещах в доступной форме. Ирина Русиус подобрала задания, которые помогут ребятам расширить словарный запас, не волноваться перед выступлениями. Книга будет полезна и родителям, поможет подготовиться к важным выступлениям, почувствовать себя уверенными на публике. Иллюстрации к книге создала художница Юлия Гончарова. Юлия Брыкова сотрудничает с российскими издательствами «Питер» и «Феникс Премьера», а также с молодыми издательствами «Вакоша» и «ЭТРК», специализирующимися на выпуске современной детской жизни. Юлия Брыкова – член Российского книжного союза и союза детских и юношеских писателей. В августе 2023 года Юлия Брыкова стала участником первой уникальной книжной экспедиции «Книжный поезд», который вместе с писателями, поэтами, деятелями культуры, мыслителями, журналистами проехал от Санкт-Петербурга до Владивостока. Книжный поезд в рамках Всероссийского фестиваля «Книжные культуры. Книжные маяки России» объединил книжников всей страны и преследовал через 14 городов России. В каждом городе участники книжной экспедиции принимали участие в тематических круглых столах, дискуссиях и пленарных заседаниях, встречались с читателями в библиотеках и детских центрах отдыха, дарили книги. В 2021 году у Юлии Брыковой вышла познавательная книга «Все тайны Нового года». А сейчас прослушайте отрывки из этой книги. На занятия в творческую мастерскую «Волшебник» дети торопились сегодня, как никогда. Им предстояло нарядить елку, украсить студию и написать заветное письмо Деду Морозу. Когда вокруг засушали гирлянды и в мастерской поселился аромат живой ели, Саша сказал, «Почему Новый год нужно ждать до 31 декабря? Давайте отпразднуем его сегодня, у нас почти все готово». «Давайте», – поддержала Лена, «и на следующем занятии тоже». «Почему Новый год отмечают только один раз за 12 месяцев?» «Было бы так здорово устраивать праздник и зимой, и летом, или вообще каждый месяц. Отличная идея», – одобрил Миша. «Тогда мы могли бы встретить Новый год не только дома, но и в каком-нибудь необычном месте, на Северном или на Южном полюсе, например. «Мы могли бы написать письма всем Дедушкам Морозом на земле», – размечтался Саша. «Представляете, сколько у нас тогда было бы подарков!» Ребята так увлеклись, что не заметили, как елка стала огромной, студия просторной, а под потолком загорелись настоящие звезды. На графитовой доске появилась надпись «Добро пожаловать в университет праздников планеты Земля». «Где мы?» – первая заметила перемены Лена. «И что это за университет такой?» Прямо под потолком пронесся вихрь, подхватил несколько созвездий, и перед ребятами очутился высокий волшебник в шубе из пышных облаков, по которой рассыпались мерцающие звезды. «Наш университет отвечает за все праздники на планете, а вы находитесь на факультете, где учатся новогодние волшебники. Я – хранитель Нового года, рад знакомству!» «Здравствуйте!» – поздоровались ребята. «А что это значит и зачем вы храните Новый год?» – спросил Саша. «Раньше Новый год люди отмечали в разное время, и все по-разному», – ответил хранитель. «Тогда я успевал посетить все страны вовремя, чтобы поздравить людей, исполнить их заветные желания и подарить подарки». «Теперь же Новый год почти все народы мира отмечают в одну ночь с 31 декабря на 1 января. Поэтому в университете праздников я создал целый факультет новогодних волшебников. Каждый волшебник отвечает за одну страну, традиции которой он изучает. Так за одну ночь мы успеваем побывать в каждом доме». Хранитель сдул с рукавов несколько звездочек. Они плавно поднялись в воздух и очутились на графитовой доске. Та сразу же превратилась в большой экран. Ребята удобно устроились на мягких подушках около елки и пустились в увлекательные путешествия. А хранитель начал свой рассказ. «Я познакомлю вас с новогодними волшебниками», – улыбнулся хранитель Нового года. Двери распахнулись, и в аудиторию один за другим стали заходить волшебники. Вскоре их стало так много. Они окружили ребят и начали по очереди рассказывать о себе. Финские новогодние праздники – это всегда чудо, сказка и самое настоящее волшебство. Тем более сказочная страна Суоми, как еще называют Финляндию, родина Санта-Клауса, которого там зовут Йолу-Пуки. Главный герой финских зимних праздниц разносит ребятам подарки на Рождество. У Йолу-Пуки есть жена Муори, а помогают ему множество гномов, которые весь год сидят в пещерах Эха и слушают, хорошо ли дети себя ведут. А еще у Йолу-Пуки есть говорящие северные олени, самые известные из которых Рудольф. Рождественский дед каждый год запрягает олени в упряжку и развозит детям подарки. Народные новогодние гуляния на родине финского Деда Мороза начинаются 30 декабря. Сам Новый год финны предпочитают встречать в кругу семьи за праздничным столом. К нему обычно подают картофельную запеканку с морковью, свиной окорок, соленую семгу, лосось, а на десерт имбирные пряники. Одна из новогодних традиций – это поджигание на улицах больших бочек с дегтем. Финны верят, что вместе с дегтем сгорают все проблемы и неудачи прошедшего года, уступая место новым начинаниям. В России уже давно Новый год стал главным праздником для всех. Его одинаково ждут и дети, и взрослые. Это время новогодних каникул, заветных подарков, встреч с семьей и друзьями, больших и маленьких путешествий и, конечно же, самой долгожданной ночи в году. Ведь именно в эту ночь в каждый дом заглядывает Дед Мороз со своей внучкой Снегурочкой. Одет дедушка в длинную голубую шубу, расшитую серебряными узорами и подпоясанную кушаком. На голове у него шапка, отороченная белым мехом, на руках – рукавицы, а на ногах – валенки. В руках у него волшебный посох, от удара которого и реки замерзают, и огни на елочке загораются. Снегурочка носит на голове красивый кокошник или небольшую шапку. Она всегда одета в красивую шубку нежно-голубого цвета и носит длинные косы. Больше всего она любит петь песни с ребятами, загадывать им загадки и водить хороводы. Родом снежная красавица из Костромы, есть у нее там свой терем на берегу реки Волги, а живет она вместе с Дедом Морозом в резиденции в Великом Устюге. Весь год они разбирают письма от ребят и готовят подарки. А накануне праздника главный волшебник запрягает Сане свою тройку лошадей и вместе со Снегурочкой отправляется в путешествие по самой большой стране в мире. Чтобы успеть поздравить всех ребят, у Деда Мороза в разных регионах есть помощники. В Карелии есть целых два Деда Мороза, одного из которых зовут Талвиука, а другого Пакайня. Талвиука или в переводе с карельского зимний дед, внешне он напоминает Деда Мороза, только его шапка целиком сделана из натурального меха. Помогает Талвиука юная родственница Лумики, родители которой ясный месяц и снежная туча. Лумики повелевают вьюгами и метелями. Талвиука развозит подарки на длинных узких санях, нартах, которые везут олени или хаски. Раньше Талвиука и Лумики жили где-то в глубине непроходимого леса, а теперь у них есть своя резиденция в Карелии. Пакайня означает Морозец. Своё имя, по легенде, он получил, родившись в очень холодную ночь 1 декабря у обычных родителей, когда те возвращались с ярмарки с торговым обозом. Пакайня молодой, весёлый и озорной. Он совсем не носит бороды, любит модно одеваться и путешествовать. Живёт, пока не в чуме, застелённом оленями шкурами, а гостей принимает на троне вместе со своей подругой Луминайне. Удмуртского Деда Мороза зовут Тол Бабай. По легенде, он единственный оставшийся в живых англосар, то есть великан. Настоящего великана ему не суждено было превратиться, хотя по человеческим меркам рост у него выше среднего. Грустно было ему бродить по свету в одиночестве. Он учил язык птиц, зверей, постепенно узнавал целебные свойства растений. Тол Бабай носит шубу фиолетового цвета. Удмурты верят, что это цвет материального благополучия. В руках у волшебника согнутый деревянный посох, который творит чудеса, а на плече – пестерь, берестяной короб. Тол Бабай следит за порядком в природе, охраняет зверей и птиц. Живет удмуртский волшебник в старинном селе Шаркан вместе со снежной девочкой Лым-Иныл, которая ему во всем помогает. А если вам интересно узнать о новогодних волшебниках из других стран и как отмечают Новый год в космосе, под водой и на разных полюсах Земли, то вы сможете самостоятельно прочитать книгу «Все тайны Нового года» Юлии Брыковой. Субтитры создавал DimaTorzok